Мир вам, дорогие друзья! Христос народився! Я предлагаю также те тексты, которые вы уже слышали из Евангелия от Луки 2 главы. Я читаю с 8 стиха. В той стране были на поле пастухи, которые задержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Я для себя воспринимаю Рождество Христово как событие величайшей важности, величайшее событие. И понимаю так, что мы не оцениваем даже суть того, что когда-то произошло. Когда Творец пришел к своему творению, когда Бог пришел к людям с особой целью, с особыми намерениями. Мы читали только что с вами тексты из Писания, в которых говорилось о том, что ангелы возвещали пастухам о том, что Христос родился. Родился Спаситель, который есть Христос Господь. И я хотел бы обратить внимание на то, что вот само это выражение, что Христос родился, оно во многих других текстах Священного Писания немножко по-другому представлено. Когда мы употребляем это слово, родился, безусловно, все у нас ассоциируется с яслями, с соломкой, с младенцем. Да, это все было, об этом мы и говорим, и поем, и слышим. Но больше, чем это слово в отношении прихода Иисуса Христа, присутствуют другие слова. Вот, например, апостол Павел в послании к Тимофею пишет, «Ибо великое благочестие тайно Бог явился воплоти». Бог явился воплоти. Много раз это слово употребляется в Евангелии о явлении Бога, о явлении Бога к людям. Да и сам Христос в разговоре, скажем, с Пилатом, он употребил это слово. Я на то родился, и дальше добавляю, на то пришел в мир. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И сам Спаситель в других местах говорил тоже подобное. Я на то и присутствую здесь, потому что пришел взыскать и спасти погибшее. Я для этой цели пришел, к людям пришел, для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. И Иоанн в первом своем послании пишет, «Вы знаете, что Он явился для того, чтобы подъять грехи наши, взять наши грехи». Это цель, такая основная цель его пребывания среди людей, чтобы подъять грехи многих. Иоанн, начиная свое Евангелие, пишет, «И слово стало плотью». Я говорю это к тому, что целым рядом других слов отражена идея прихода Иисуса Христа сюда на землю. И это величественная идея, которую осмыслить очень сложно, не до конца. Мы говорим в пределах того, что сумели понять сами. И это естественно, я думаю. Интересно, в послании к евреям мы читаем такое выражение, «А как дети, имеются в виду люди, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и оделся в человеческую плоть, принял человеческую плоть для того, чтобы быть среди людей и выполнить эту сложнейшую задачу, которую мы никогда бы, никакими силами не смогли бы решить, чтобы подъятие грехи многих. Он оделся в человеческую плоть. Потому что, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, основная проблема, которую мы носим в себе самих, которую далеко не всегда мы согласны решить, это проблема наших грехов. Во грехах мы родились, как пишет Священное Писание, на Священное Писание пишет, что вообще нет праведного ни одного. Все согрешили. От прародителей наших мы несем это греховное бремя по жизни. Каждый в отдельности. Хотя часто от людей мы слышим, какие же они праведные, какие же они хорошие, как много добродетелей они сделали, как много и там участвуют, и там. Просто такой перечень большой, на что смотришь на человека, и смотришь, что он вроде с другой планеты пролетел. Все мы носим бремя греха. И потому и явился Сын Божий, что это бремя мое, никто не смог бы снять никогда. Ни один из людей, самых благочестивых, самых верных, самых сильных. И Бог знал эту проблему нашу, знал и легкомыслие наше, что мы о своих грехах думаем очень положительно часто. А ведь Бог решал вопрос не просто освобождение нас от греха, для того, чтобы нас удостоить жизни вечной. Он создал человека для вечной жизни. И предупредил человека, когда поместил его в саду Едемском. Вот это делайте, вот это не делайте. Будете делать не то, что положено. Умрете. Человек пошел на смерть. Освобождаться от нее. Не торопиться. А Бог создал человека для вечности, для того, чтобы с ним человек был. И для того, чтобы до конца решить эту нашу проблему. И отдал Сына Своего Единородного. Он явился. Явился для того, чтобы здесь на земле свое дело сделать. Дело искупления. И он явился сюда со своей программой. Определенной, сложной, большой программой. Тезисно, которую я попытался записать таким образом. Вот Пилату сказал Христос. Я пришел, явился, пришел для того, чтобы свидетельствовать об истине. Дальше он говорил. Взыскать и спасти погибшие. Чтобы взять грехи наши. Чтобы имели жизнь. Чтобы уничтожить грех жертвою своей. Разрушить дела дьявола. Церковь создать. Положить конец закону, который осуждал каждого человека. Лишить силы дьявола. И приобрести людям вечное искупление. Еще много есть определений, что соделал Иисус Христос. И этот относительно небольшой перечень того, что Христос пришел сделать, он недоступен людям. Люди не могут решить ни один из тех задач, которые решал Иисус Христос. Мы читаем о том, что написано, что Христос пришел для того, чтобы жертвою своей уничтожить грех. Как его уничтожить? Мы живем сегодня с вами в 21 веке. Христос был более двух тысяч лет назад здесь. А грех уничтожен он? Или он где-то сидит в нас? Как он уничтожен? Жертвою Христовы. Уничтожение греха это личностный процесс, личностный, индивидуальный. Когда мы читаем о распятии Иисуса Христа, что был распятый разбойник, которому Христос сказал, ныне же будешь со Мною в раю. Христос сказал разбойнику, распятому на кресте, такие слова. Почему он это сказал? Что было основанием того, чтобы сказать такие слова разбойнику? Первое основание – смерти Иисуса Христа, которая вот-вот должна наступить. Он тоже распятый рядом с разбойником. А второе – покаяние этого разбойника. Многие не видят, что слова, сказанные разбойником, это слова покаяния. Я не знаю, кто из людей мог бы что-то более умное сказать, будучи прибитым на кресте, чем сказал разбойник. То было покаяние самое настоящее. И Христос, как результат своей спасительной деятельности, объявляет ему то, что провозглашено было, что он пришел взыскать и спасти погибшего. И в каждом человеке, в котором Христос присутствует, кто родился от Бога, родился от слова Его, родился свыше. Грех не может иметь место. Почему Иоанн пишет в своем послании «Рожденный от Бога не грешит». Да, мы все много путаемся тут, делаем не то, что нужно, но согрешаем. Это наше неестественное состояние. Это то, к чему мы еще не привыкли, к святости как таковой. Но Христос уничтожил грех в жизни всякого возрожденного человека, потому что туда нечистое ничего не войдет. И очистить человека так, чтобы он вошел в Царствие Его, может только жертва Христова. Он для этого пришел. Для этого он явился в мир, чтобы выполнять такую сложную глобальную задачу. Много задач. Это Христос сделал ради каждого из нас, сегодня здесь присутствующих. Ради меня сделал, ради вас сделал. Дорогие мои друзья, братья и сестры. Я хотел бы обратить внимание на то, что есть в послании к евреям такое интересное слово, которое я сейчас прочту, что Христос явился, вот то, о чем мы говорим сегодня, о Рождестве, что Он и еще явится, еще явится. И в послании к евреям в 9 главе такие слова. Так и Христос во второй раз явится, не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Явится во второй раз. Да, Он явился, выполнил вот то служение, которое всем известно, мы постоянно об этом читаем и говорим. Явится еще. И если, когда Христос родился, ангел возвестил о радости, которая будет всем людям, когда Он явится во второй раз, Он не для всех явится. Не для всех. Так пишет Священное Писание, что во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его, для ожидающих Его во спасение. Тот, кто ждет Иисуса Христа, кто этот человек, ожидающий поистине, может быть человеком только тот, кто искал Его, искал истину, искал спасение своей души, освобождение от своих грехов, нашел Его и обрел эту великую радость, которую только Христос дает. И, найдя Его, обретя эту радость во Христе, Он будет ждать Его. Он будет ждать, когда же Он явится, когда Он придет. и это нужно всем иметь в виду, каждому из нас, что Его приход за святыми будет радостным днем, но для тех, которые ожидали Его, которые обрели спасение. Стать ожидающим можно одним путем. Тоже Христос, кстати, сказал. Этот путь через то, что Христос, прежде чем явится второй раз за всеми спасенными, Он желает явиться в личную жизнь каждого человека в отдельности. Вот 14 главе Иоанна Иоанна, сам Христос и говорит такие вещи. Кто возлюбит мои заповеди? Кто возлюбит меня? Я к тому приду и явлюсь Ему сам. Это явление, как правило, происходит тогда, когда человек совершает покаяние. Кающемуся человеку является Христос, вселяется в Его душу, поселяется в Его сердце, становится Господином этого покаявшегося, уверовавшего человека. Христос в нем поселился, Христос в нем живет, поэтому счастливый этот человек, радостен. Он живет новой жизнью, Он ждет явления, второго явления Иисуса Христа. Это явление по-разному может быть. Мы все хотели бы увидеть Христа, пришедшего за святыми, но часто это явление не получается у тех, кто так хотел бы. Иногда эта встреча со Христом происходит через уход из этой земли. Событие внешне мрачное, оно внутренне имеет большую основу для радости, которую мы далеко не всегда ощущаем. Но для этого радостного нашего будущего поэтому приходил Христос, поэтому Он явился сюда, на эту землю. Явился со своей программой сложной и большой. И мы не можем это Рождество просто рассмотреть для себя, как милую картинку, только с младенцем, лежащим на соломке, понять, что Христос, да, пережил такой момент в своей жизни и пошли дальше своей жизнью, своим путем. Он дело совершил, дело, которое имеет отношение к каждому человеку, живущему здесь на земле, каждому из нас присутствующему. И поэтому, если мы хотим войти в эту радость, которую провозгласили когда-то ангелы, покаяться нужно, ко Христу прийти, признать себя человеком и грешником, тогда начнется что-то новое, необыкновенное. То, что от Бога приходит, начнется новая жизнь во Христе. Вот чудесное стихотворение произошло сестра. Когда Христос рождается, когда Он приходит, все преображается изнутри. Он царствует во мне, пока я живу сегодня. И, конечно, я буду ждать Царя Своего. И поэтому апостол Петр в своем послании пишет такие слова, что последнее время будет обозначено событиями судов Божиих, когда много будет трудностей. Я мягкими своими словами говорю. Петр жестче написал. Я просто хотел бы сказать, что если все эти жесткие события будут происходить, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим непришествия Дня Божия. Дай Божия нам, помня о том, что мы ожидаем явления нашего Спасителя, быть необходимы надлежащие духовной форме, в духовном состоянии, чтобы эта готовность была, как принято у людей говорить, номер один, чтобы мы всегда были готовы встретиться с нашим Богом. Потому что заканчивается книга Библии, книга Евангелия словами такими. «Все я гряду скоро и возмездие мое со мною за весь этот чудный план в приходе Иисуса Христа на землю. Слава Ему навеки! Аминь!» Давайте мы еще помолимся. Божие милосердные, так чуден Ты и велик в делах Твоих, так непостижим, так неповторим. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое достигло наших душ и сердец. Поэтому мы все сюда пришли, все здесь находимся. Слово Евангелия привлекает нас своей благой вестью, возвещающей о спасении наших душ. Благодарим Тебя за все это. Помоги держаться спасения Твоего и жить во славу Твою. Во имя Иисуса Христа услыши нас. Аминь. Благодарим! Аминь. Благодарим! Благодарим! Аминь. Акстент, Благодарим! Кулибр transpонич. Аминь.